Теперь разрешите перейти к нашей теме, к освещению юридической стороны тонкости при приобретении недвижимости на Кипре. Вообще покупка за рубежом это естественно очень приятное событие, но в то же время оно может быть сопряжено с какими-то сложностями, хотя бы потому что есть языковой барьер. В каждом государстве свои законы и в данном случае нужно иметь очень сильную юридическую поддержку, чтобы не оказаться в неприятностях. Покупка недвижимости в самом Кипре это то же самое, что в Российской Федерации, так как большинство продаваемых недвижимостей не имеют правового титула собственности, как я уже упоминал ранее. И один из видов недвижимости это новое жилье. Новое жилье это основное различие при приобретении недвижимости на Кипре на проектной стадии или первого жилья в сравнении с другими европейскими странами. Заключается в отсутствии автоматического предоставления титульных свидетельств о собственности. В некоторых европейских странах отдельное титульное свидетельство собственности на отдельный дом или квартиру предоставляется автоматически. Вы об этом знаете. Однако на Кипре застройщик, продавец должен подать заявку в правительственный орган для выдачи свидетельства права собственности покупателя. При этом следует считывать, что застройщик, продавец не может подать такую заявку в уполномоченный орган до окончания строительства всего комплекса и его полной распродажи. Это и занимает те самые года, тот самый длительный период, который так утомляет и столько вопросов возникает у потенциальных клиентов или у собственников. Таким образом при строительстве проекта среднего размера обычный срок предоставления титульных свидетельств права собственности составляет около 6 лет. С момента сдачи объекта в эксплуатацию и передачи его покупателя. Для защиты прав покупателя до выдачи ему свидетельства права собственности, каждый договор купли-продажи регистрируется в земельной палате, так называемый Land Registry Office, с целью обеспечения неукоснительного соблюдения прав. Зимельная палата выдает квитанцию регистрации договора, это такой желтый чек, который клеится на контракт, который остается там до выдачи титульных свидетельств права собственности покупателя или отмены регистрации договора в земельной палате. В случае отмены, в случае продажи регистрация договора купли-продажи в земельной палате обеспечивает защиту прав собственности покупателя, а также служит препятствием для владельца земли, который уже не может передать эту собственность третьим лицам без разрешения покупателя. То есть вы понимаете, что это система, это безопасность, потому что во многих странах мы сталкивались, мы видели, что очень часто люди всякие махинации, комбинации делают, чтобы обмануть человека. В данном случае, в данной стране это очень сложно такое сделать, по крайней мере, благодаря земельной палате, благодаря хорошей, сильной юридической фирме, которая предоставит очень сильный контракт, о чем я буду говорить о лене. Следующий вид – это вторичная недвижимость без титульных свидетельств собственности. Недвижимость можно продавать и покупать на Кипре без отдельного титула. Покупатель может приобрести недвижимость у продавца, который приобрел недвижимость ранее и зарегистрировал свой договор купли-продажи в земельной палате, но еще не получил на это жилье отдельного свидетельства собственности. В этом случае необходимо запросить первоначального продавца, то есть собственника земельного участка, на котором произведен объект, подписать необходимые документы или договор о перепродаже на основании, чего договор купли-продажи нового покупателя может быть зарегистрирован в земельной палате с целью обеспечения неукоснительного исполнения. Первоначальный собственник также должен подписать акт о расторжении первого договора для его изъятия из земельной палаты и замены на договор с новым покупателем, который также регистрируется в земельной палате. Есть такое понятие «cancel of agreement» – отмена. И это тоже очень непростая процедура для обычного обывателя, но это для юридической фирмы, это часть нашей работы. Этот способ перепродажи в отсутствие отдельных титульных свидетельств собственности – самый верный метод проведения сделки. Таким образом, покупатель является главным и основным претендентом на получение оригинального свидетельства собственности при его выдаче. Однако, иногда данный способ не может быть использован ввиду отказа первоначального продавца, нужно заметить и обратную сторону, подписать акт о расторжении договора и прямой договор с новым покупателем. Тем не менее, такой отказ не станет препятствием к проведению сделки. Недвижимость в этом случае можно продать на основании действительного договора, который имеет огромную силу. Однако, если договор купли-продажи не может быть зарегистрирован в земельной палате, право владения и использования все равно необходимо передать. Проблема в данном случае состоит в том, что когда титульные свидетельства собственности будут наконец-таки выпущены, их необходимо оформить сначала на первого покупателя, а затем первый покупатель должен произвести переоформление свидетельств на покупателя, которому недвижимость была продана соответственно. И, наконец, вторичная недвижимость уже с титульными свидетельствами собственности. Здесь, конечно же, все обстоит намного проще. Эта ситуация имеет место при продаже недвижимости ее собственникам на прямую покупателю. Отдельное свидетельство собственности уже существует. И в связи с этим только продавец и покупатель увлечены в осуществление этой сделки. Для проведения этой операции необходимо наличие следующих трех условий. Это договор купли-продажи между двумя сторонами с подробным описанием продаваемой недвижимости, а также цена объекта. Второе – это налоговое свидетельство продавца, подтверждающее оплату налога на капитальный прирост и налога на недвижимое имущество. До регистрации договора купли-продажи в земельной палате на него необходимо наклеить гербовые марки. Это государственный сбор, а ставка этой пошлины рассчитывается следующим образом. Чтобы глубоко в математику не уходить, я не математик, скажу 0,15% на стоимость до 170 860 евро, свыше этой суммы 0,20%. Например, если стоит недвижимость 190 000 евро апартаменты, первые рассчитываются по тарифу 0,15%, получается 257 евро. Остальные рассчитываются минус этой суммы, рассчитываются по 0,20%, и получается в итоге 295 без МДС. Далее – сборы за переоформление. Здесь, конечно, цифры побольше, и это имеет большее значение, чем 300 евро. При переоформлении титульных прав собственности на имя покупателя он обязан оплатить сбор за переоформление. Сбор за переоформление права собственности начисляется в зависимости от чистой стоимости недвижимости на момент заключения договоров. Расчет сбора за переоформление происходит следующим образом. Опять же, до 85 430 – 3%, выше этой суммы до 170 865 евро, 5%, и свыше этой суммы уже идет 8%. К примеру, недвижимость за 260 000 евро примерно обойдется в 13 900 евро за переоформление. Первые 85 рассчитываются по 3, получается 2 500, следующие рассчитываются, получается, 4 200, и оставшиеся по 7 000 – в итоге 13 900. В данном случае, опять же, обращаются к юридической фирме. Почему? Потому что мы можем сказать, как заплатить меньше. И брошюры, которые вам в итоге, после моего выступления вам раздадут, нам было нелегко опубликовать, потому что эта информация там указана. Пример. Однако, в случае покупки недвижимости двумя или несколькими совместными владельцами, размер сбора за переоформление права собственности сокращается, а его расчет производится в зависимости от количества при приобретателе недвижимости. Если взять, например, стоимость те же 260 000, а покупку осуществляют два покупателя, а их может быть более, трое, четверо, это у нас очень часто такое происходит, то, чтобы вас не утомлять калькуляцией, в итоге получается 9 500, что является значительной разницей в 5000 евро. Всего лишь, например, внеся в контракт имя своей дочери, своего мужа, своей жены и так далее. Что еще важно, зарегистрированные собственники недвижимости, имеющие на руках отдельные свидетельства права собственности, обязаны платить муниципальный налог на недвижимое имущество, сбор и вывоз мусора, обслуживание канализации и так далее. Но эти налоги составляют незначительную сумму. Имея в своем распоряжении команду опытных юристов, готовых оказать помощь в покупке недвижимости на Кипре, вам не нужно ничего опасаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!